ребят приветствую на моем канале и собственно это скорее всего будет последнее видео по космическим инженерам кстати все время запуская запись видео я наталкиваюсь на такую штуку как чертежи как структуры может сыграть чертежи здесь можно найти сохраненные чертежи а также чертежи на некоторые вы подписаны мастерской то есть в принципе в мастерской можно подписываться на всякие там корабли крутые вот которые собственно по моему прошлой серии показывал что я находил их в мастерской они там типа шикарные там вообще корабли их в принципе можно делать вот даже в режиме выживания если конечно найти нужное количество ресурсов вот и я сам собственно видел видя шички там где собственно даже по чертежам собиралась автоматически корабли то есть такая здоровенная балашня а блин с этими вот как их называют с сссссс блоки инструменты с такими сварщиками они там не могу показать нам хочется показать на руках на пальцах с двух сторон там с помощью всяких он даже с четырех сторон с помощью всяких поршней так далее в общем-то вырисовывают можно допустим наладить конвейер по изготовлению ну примеру вот таких вот машин да и если вы разбиваете одну то на базе там хоп нажимал кнопочку собственно тебе скрафтилась новая такая же самая машина вот и тогда конечно да не страшно их взрывать потому что я на этой машинке свои катаюсь и на этом космическом корабле и трушусь за ним есть я умер а ну взрываю часть корабля то я сохраняю вернее загружаюсь потому что на его нахрен мне жалко жалко собственно ресурсов потраченных на них и так далее почему будет последняя серия но я в принципе в принципе да я я малого достиг скажем так я здесь практически ничего не достиг я ничего тут толком не построил у меня только собственно есть три четыре объекта это статическая типа база хотя база ее назвать крайне сложно это просто блоки которые лежат и все формально в идеале надо было конечно сделать дом да ну как как собственно майнкрафте то есть такой своего рода куб и уже внутри него там можно было бы там ставить все эти заводы соединять их так между собой чтобы туда был вход и на входе были эти двери которые тут тоже где-то есть там блин большие наверно большие блоки где-то здесь видел дверью такие вот двери я видел вот собственно можно было их использовать либо здесь на планете хотя как я уже говорил я выбрал самый легкий старт для себя вот это планета на которой можно дышать хотя если честно мне кажется это ничего не дает я бы мог быть все время скафандре и в принципе кислород тут тратится крайне медленно его вполне спокойно можно восполнять уже на старте игры грубо говоря и если на планете есть лед то это вообще не проблема ладно сниму обратно скафандр вот короче говоря и даже начале фонарик выключал чтобы экономить энергию но потом как оказалось энергия здесь поставил ветряки и все ты в шоколаде возможно возможно на луне где-нибудь вот все будет намного сложнее скорее всего на какой-нибудь луне будет меньше ветра на луне не будет льда такое количество как здесь тут все во льду это сплошная ледяная планета практически тут лед везде а если есть лед то есть и кислород и что немаловажно водород вот кислород понятное дело мне нужнее но насколько я помню здесь есть такая шняга которая собственно из не буду искать или найду короче из электричества делает кислород он еще какая-то дверь есть вот короче наверное не найду я блин эту фигню кстати кнопочная панель я тоже можно использовать в общем такая хитрая штука до которая типа из электричества делать кислород и в принципе в принципе но не мог бы я летать и так куда сколько хочу там за всеми этими падающими вот этими вот неизвестными сигналами вот возможно бы бегал бы за ними возможно на луне их вообще нет может это халява просто для тех кто собственно начал играть именно на легком уровне сложности как я да вот может она так и есть может быть как я уже говорил если бы я начал где-нибудь в космосе или еще где-нибудь так это в бур куда-то или туда не туда пошел вот но опять же таки я бы не сказал бы что мне здесь все легко дается я до сих пор не нашел определенные ресурсы которые мне нужны я не нашел ресурсы которые бы мне давали патроны да и не нашел титан например как бы вот я нашел золото серебро кобальт слава богу нашел но не вот такие ресурсы да и и без них если честно мне крайне тяжело потому что я без них в банально не могу дальше развиваться я понимаю что не где то есть где то есть на планете нужно просто полетать нужно просто полетать побегать я когда-нибудь найду эти ресурсы вот и добуду но я теряю смысл в этом как бы особый а я теряю особый смысл как бы летать я понимаю что у меня еще весь космос вот вся планета не говоря уже о том что у меня еще возможно есть другие планеты например что то за объект могу ли я к нему полететь вот и там что-то добывать вот то есть в принципе здесь все есть но я наигрался я налетался я вокруг здесь везде полетал там кучу раз по умирал собственно вот и я налетался и я уже увидел все что хотел единственное допустим что мне точно не понравилось в этой игре прям вот точно не понравилось это возможно это не выглядит дело возможно кооператив бы это решил возможно какие-то другие старты бы это решили но как я уже говорил я не смог построить оружие как таковое да вот и не в было стрелять вообще то есть я хотел бы что-то пострелять с кем-то повоевать вот с пиратами там всякой хренью но этого всего здесь нет в данном старте вот когда-то давным-давно я видел видяшку где какой-то пацанчик вот он начал типа выживание на марсе мол он попал на марс и короче как-то так получилось что у него была там какая-то миссия миссия вернуться ли что такое в общем на него там постоянно каждую ночь нападали какие-то монстры у них отстреливал у меня даже пистолета нету я не могу отстреливаться вот и ресурсов этих нету и мне вот реально не понравились датчики которые находят ресурсы ну блин ну почему нет мега датчика который бы мог бы находить ресурсы в радиусе допустим там 30 километров ну ладно 10 километров блин я не знаю вот ну я не вижу ни хрена сколько датчик мой показывает километров это детектор руды до 150 метров но это вообще даже не смешно блин детектор руды здесь 50 метров блин детектор руды здесь тоже 50 большой 150 который находится на базе ну блин это да ну это нихера нифига блин вообще он серебро у меня в радиусе девятьсот тридцать трех метров я должен летать ну или толпа в округе искал ресурсы в округе вот в этом радиусе ничего нет вот я понимаю что планета гигантская и где-то там есть как знаете это как игра очень сильно похожа на майнкрафт если честно вот тут там как и там я игру не понял майнкрафт может я слишком для нее старый но и когда я в нее играл лет дохриллиард назад вот я собственно ну используя как бы ну минимум своего мозга появился построил какой-то дом из земли потом из дерева потом из камня из кирпича да вот какую-то шахту прокопал там что-то делал короче я не понял какой какой смысл я знаю что чтобы победить нужно убить какого-то там дракона но какой смысл строить дом если можно просто выкопать небольшую ямку залезть туда заложить кирпич и ты типа в домике и поставить там кровать грубо говоря да вот какой смысл здесь играть что что здесь я должен получить у меня никакого задания нету у меня никакого ну я летаю здесь сам блин опять какая-то дичь да я летаю здесь сам вот никого больше нету я где-то там в небе в космосе видел каких-то пиратов может что-то интересное кстати еще один большой минус который мне максимально тоже не понравился это то что я могу буквально используя один баллон с водородом долететь до космоса и возможно имея два баллона даже спуститься обратно ну это какая-то дичь если честно слишком нереалистично я считаю что должно быть более реалистично чтобы я не мог долететь никак вот чтобы у меня не хватало сколько бы угодно и сколько бы не залил водородом я не мог столько так далеко взлететь вот но я почему-то могу это сделать вот а ракету отослал было прикольно согласен у меня ракета только с третьего раза с третьей попытки смогла долететь выйти за радиус действия гравитации и кое-как куда долететь это было прикольно безусловно мне понравилось что что а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Так что в Майнкрафте как бы там есть моды тоже, да, здесь есть моды, там есть моды. В Майнкрафте мне в свое время нравился Industrial Pack. Давным-давно было и неправда. Это ты строишь там всякие крутые печи, там потом генераторы, там всякие тоже мельницы, там ветряные электростанции, гидроэлектростанции, да, там всякие. Ты соединяешься проводами, там есть же логика, может, кто не знает, да, с помощью тех же самых этих красных кристаллов, да, ты можешь проводить провода, там строить целые сети, короче, из проводов. Вот, все там надо правильно подключить, настроить логику и, в общем-то, тогда прикольно, однозначно прикольно. Вот, ну, опять же таки, для чего? Там смысла в этом тоже нет. Это знаете, я вот напомню, что там есть какие-то монстры, да, там всякие зомбаки, там всякие, еще там какая-то дичь. Я уже не помню, там какие-то помки были, вот, и я помню, что в принципе всякие зомбаки умирают, даже если ты их убиваешь деревянным каким-то там мечом. Да даже лопатой их можно убить деревянной. А потом там идут всякие железные, мифриловые, там, адамантовые, какие там хочешь вообще, золотые, блин, нахера это все, против кого это драться? Я понимаю, что там тоже есть мультиплеер и люди там дерутся. Я понимаю, что и здесь есть мультиплеер и вполне вероятно люди тут между собой дерутся, строят машины для убийства и ищут более эффективные способы друг друга убивать, да? Вот, я видел там шикардосовые корабли космические, там даже в этой игре, да, есть видяшечки, там, где начинают торпедные атаки, вообще я смотрел, мне нравилось. Вот, есть, наверное, куча видео там про то, как люди дерутся. Я видел, как тут есть скрипты, вот, врать не буду, есть скрипты, да, то есть мы заходим в какой-то кокпит, допустим, вот, заходим в панель управления и можно прописывать, Наверное, не везде можно прописывать, вот, но как-то я видел в некоторых панелях, в некоторых панелях, я до сих пор криокамеру не построил. Блин. Короче, в некоторых панелях... Короче, уже не скажу, где я даже не знаю. Можно писать скрипты. Скрипты, это своего рода внутренний язык программирования, с помощью которого можно настраивать всякие фишки, там, самое примитивное. И, кстати, все можно найти в интернете, их уже давно все попридумывали, их можно просто оттуда плагиатить и, собственно, использовать себе. Допустим, у меня есть такая вот хрень, да, солнечная батарея. Ну, солнце на данный момент показать не могу, солнце, оно движется, да, вот, и, соответственно, в какой-то момент они становятся менее эффективны, эти батареи. Ну, их можно поставить на вот такие вот всякие шарниры, на всякие роторы, которые будут поворачиваться, да, и, собственно... Собственно, с помощью скрипта управлять ими. Этот скрипт будет автоматически искать наилучший угол, при котором... Ну, типа, короче, он будет все время лицом смотреть на солнце. То есть, если солнце будет уходить вправо или влево, то шарниры начнут двигаться, там, роторы начнут двигаться, пока не найдут максимальное, как сказать, производство этих зеркал, да, то есть батареи этих солнечных. Вот. Формально, возможно, возможно, если бы я видел в этом большой смысл, я бы в этом всем разбирался. Я видел, пацаны там вообще гении были. Короче, догадались даже делать торпеды самостоятельно. То есть, торпеды, которые... Которыми не взрывали другие там буры чужие, да, летающие в космосе буры. Вот. И фишка в чем? Торпеда летит, как бы, она заскриптованная максимально. Она, во-первых, вращается. Во-вторых, летает зигзагами. Чтобы турели, которые обычно надо расставлять везде на своих кораблях, турели не могли попасть по этим торпедам, грубо говоря. Вот. Там гаусс-пушки делали из гравитационных всяких деталей, да, там, эти, которые гравитацией управляют. Там стреляли всякими кубами, да, металлическими. В общем, там чудили нереальные вещи. Особенно мне тоже понравилось... Тут есть такое устройство, опять же таки, для того, чтобы делать гравитацию внутри корабля. Вот. Его ставишь, и он делает гравитацию в корабле. Не найду его сейчас, наверное. Это, если хочешь... Если у тебя большой корабль, либо база где-нибудь в космосе, да? Вот. И ты хочешь там ходить пешком, а не летать вечно, да? То используешь, собственно, вот это вот устройство. Так вот, в чем фишка. С помощью этого устройства умельцы делали, короче... Блин, наверное, я хер найду. Вот, гравитационный генератор. С помощью этих устройств умельцы делали даже двигатели. Они отталкивали космос от корабля, и в итоге получалось так, что они... Блин, как часто падать стали неизвестные сигналы. В общем, они отталкивали пространство от корабля, и тем самым ускоряли корабль просто до нереальных скоростей мгновенно. Просто пушка. Ну, там, конечно, идут расчеты, там вес, вся фигня. Вот. И действительно, там должен быть человек-программистом. Ну, я, кем я и являюсь. Но программировать в этой игре я просто не вижу смысла. Нафига мне программировать здесь. Вот. Как я уже говорил, из минусов я вижу то, что ресурсы здесь некоторые, ну, приходится реально искать. И я, допустим, до сих пор не могу построить... До сих пор не могу нормально построить, к примеру, двигатели ионные. Где они? Вот. Ионные ускорители. Потому что нужны детали ионного ускорителя. Вот. Я не могу, к сожалению, до сих пор нормально построить... Что это такое? Тоже ионные двигатели, да? Не могу построить... Тоже что-то я тут еще хотел. Давайте я начну разберу с этой фигней. Тоже я уже не могу построить, у меня патроны для оружия. Хотя, опять-таки, на меня никто ни разу еще не нападал, поэтому... Поэтому я даже не знаю, зачем оно мне нужно. Ну, возможно, будь у меня другой старт, или играл бы я в инфеклое, или против других игроков, возможно, оружие бы мне зашло. В космосе, вроде бы как, есть проблема с метеоритами. Мол, метеориты, бывает, тоже нужно сбивать с помощью турели, ибо они могут серьезные повреждения нанести. Здесь, вроде бы, таких проблем нет. Метеоритов я не видел, и никто мне вреда нанести пока что, кроме я сам себе, не может. Вот, давайте посмотрим в производстве, чего я не могу построить нормально. Сборщик. Сверхпроводники, нафиг они нужны, я, если честно, пока не знаю. Компоненты реактора. Серебряный слиток. Допустим, это я могу построить. Детали ионного двигателя. Нету платины, и я его построить не могу. Магния нету, я не могу построить. Вот, опять же таки, платины нету, не могу построить. Здесь хотя бы серебро. Ну, возможно, это еще могу построить. Но, опять же таки, а зачем мне крафтить быстрее? Я не еду, допустим, до сих пор. Зачем мне крафтить что-то быстрее? Я понимаю, еще бур. Но, опять же таки, я могу построить машину для бурения. Магния не нашел. Урановый слиток охренеть просто. И я, если честно, просто не хочу его искать. Вот хоть убей, не хочу его искать, и все. Вот. Магния или как-то. Возможно, в кооперативе было бы весело даже просто играть. Что-то там строить. Тихо. Какую-нибудь оборону. Так и не понял, что делать с деньгами этими дебильными. Я за них ничего не смог купить. Я что-то пытался купить, но так и не купил. Так, вот эту фигню можно построить, да? Ой-ой-ой-ой. Два медицинских компонента, да, нужно мне? Ладно, я построю два медицинских компонента. Два медицинских компонент. Ой-ой-ой-ой. Трансмисс. Транса. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что дает криокамера, я не понял. Но, скорее всего, она нужна, чтобы перелетать между различными планетами, и, возможно, она максимально эффективно будет расходовать кислород и водород, то есть мне кислород, как таковой, сильно не нужен будет, хотя, опять же, полететь куда-то, уйти в стазис и не потреблять вообще ни энергии, ничего, лететь на без гасителей, куда-то вперед, например, на ту планету, не волноваться, что у меня закончится энергия или еще что-то. Может, прям в этой криокамере собачий к ней парашют, блин, какие-то ускорители выстрелить себя вперед и на криокамере туда лететь. Может быть, не знаю, я пока что даже не понял. Построил просто так. Но, опять же, тестировать, строить, у меня тут половина того, чего не нужно. Мне, кстати, писали в чате, мол, достичь того же самого, чего достиг ты, проигроки могут там за... Я, допустим, потратил на это там 4 часа, они могут это сделать за полчаса. Да, я же в первый раз играл. Да, я, блин, первое время тупил и добывал руду самостоятельно. Оказывается, мог это все делать и как-то проще. Мог это все делать. Я, кстати, наверное, поломаю свой бур. Так. Мог это все делать. Действительно, а что это буллинбург должен быть спереди обязательно? Если он может быть сзади. К примеру, да? Да. Хотя, может, и спереди быть. Ну, нравится мне игра, конечно, за то, что, блин, вариативности здесь куча. То есть, я сам решаю, какой будет у меня корабль, какая будет у меня машина. Вот. Я просто вот захотел так. Вот захотел я вот так, и все. Будет так. Вот теперь будет у меня вот так вот, я не знаю. Так. Тут я, конечно, переборщил. А может, и не переборщил. Но пока что верну, как было. Вот, пока что верну, как было. Вот. Пока что верну, как было. К сожалению, не могу я большую сюда вставить. Только маленькие. Жаль, жаль. Тоже оказывается проблема. Я пока что не придумал, как использовать преобразование. А может, и такая фигня есть маленькая. А может, и такая фигня есть маленькая. Начинаю определенно сталкиваться с некими проблемами совместимости. Блин, фигово. А нет ли здесь какого-то преобразователя? Из одного, из другой. Конвейерная труба. Блин. Роутер. Может, это рамка конвейера должна быть? Когда что она дает, это рамка конвейера. На самом деле, непонятно. Пока ее предназначение я не пойму. Мне нужно, чтобы из одного в другой было. А вот, собственно, то, что мне нужно. Ну, почти. Хотя, может быть. Внутренняя пластина, малые трубки, строительные компоненты. Малых трубок не хватило, да? Да хрена причем. Надо их построить. Хули. Полечу-ка я, наверное, в туфигню. Заберу себе. Причем через конвейер я не могу взаимодействовать, кстати. Наверное, я неправильно сделал. Вот, в плане у меня было, знаете, как сделать? В плане у меня было... Вот так вот бур потом. Присобачить как-то. Вот так бур присобачить, короче. А может, даже два бура. Чисто по бокам. Вот так вот. И опускать его, поняли? Пока что я присобачиваю один бур. Но это пока что. Большая труба, строительные пластины и компоненты. Блин, строительных компонентов не хватило. Ладно, как-то так. Сейчас я все ресурсы посбрасываю. Полечу, эту фигню соберу. Потому что, если честно, некоторые ресурсы приходится крафтить. А иногда можно просто их уже готовые подобрать. Что, как бы, проще. Трубы, двигатели. Не понял, где они? Ну ладно, пускай будут. У меня 5 минут на то, чтобы собрать этот неизвестный сигнал. Который, как я уже говорил, очень неплохие подарочки им приносит. В общем, я уже 40 минут что-то говорю. Но, если честно, мне не нравится здесь фарм. Фарм, 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 фарм. Даже в игре, блин, как она называется. Я недавно играл. У меня, правда, купленной ее нету. Но я играл. Факторио. Там не так много фарм. Если честно. Там делаешь схемы больше. Там больше про инженера. Здесь. Ты не инженер, ты шахтер нахрен. Не хватает здесь сюжета. Не хватает здесь квестов. Были бы здесь квесты на уничтожение врагов, да? Там каких-то кораблей больших, маленьких. Вот как, знаете, как в X, в X, да? В серии X там. Пиратов расхренячить. Имело бы смысл, имело бы мне смысл, да? Строить бы специальные корабли, специальные хитрожопые устройства. Даже в Майнкрафте это было. Даже в Майнкрафте, понятное дело, что от вонючих зомбаков, чтобы спастись, тебе нужно было взять землю. Взять землю. Выстроить из нее домик, поставить дверь или вообще просто замуровать. И все, тебе зомбаки ничего не сделают. Но нет, я любил извращаться и максимально неприятно убивать зомбаков. Я делал всякие ловушки из кнопок. Где они сами себя запирали, блин. То есть, целое поле для уничтожения зомбей там, которые... Поршня, которые сбрасывали зомбей, блин, в лаву. Они там горели, короче. Вот. Ну, то есть, я там извращался над ними как хотел. Ну, я чаще всего, конечно, делал ловушки из дверей и ставил их возле поселения с этими, типа, короче, мирные жители там, да. И зомбаки каждую ночь приходили их убивать и они застревали в этих дверях, блин. Вот. И утром они все сгорали. Я ходил, собирал с них дробчик, короче, бесполезный. Вот. Ну, было прикольно. То есть, у меня был какой-то смысл. Ну, хоть какой-то. Ладно, там смысла ни хрена не было. Ну, хоть какого-то. Хоть чуть-чуть. Смысла. Здесь же смысла нет. Вообще. Собирать ресурсы, чтобы лучше собирать ресурсы. Ну, блин, такое. И знаете, даже друзей я сюда затянуть физически не смогу. Потому что они скажут, а что тут делать? Кого я здесь могу убить? В общем, игра очень интересная. Я в нее все равно буду когда-нибудь играть. Ну. Так. Ладно. Ой. Пойдем тестировать. Пойдем. 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 Вроде не цепляю. Почему-то упал шарнир, не пойму что. Хотя шарнир у меня работает. Ладно. И как я понял, он упал максимально, так что ниже уже не опустить. Да? Ну, судя по всему, да. Вы удивитесь, но он даже в этом случае бурит. Я сам в шоке. Вот. И при этом, при этом я еще могу, скорее всего, ну, через кей, наверное, лучше этим шарниром управлять. Бур у меня почему-то... А, выключен, это нормально. Шарнир. Вращающий момент, он будет помедленнее. Что-то мне такое ощущение, что шарнира мне понадобится больше. Хе-хе-хе. Возможно. Хе-хе-хе. Кол Morning. Короче. При поворотах. Есть вероятность о том, что курс уронить. Устойчивость сильно страдает. вот но другой с другой стороны шарнир могу выставить просто вперед и устойчивость уже возрастает на грозы при этом не сильно и страдает конечно и обзорность а 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 при этом я все больше и больше теперь хочу сделать именно бур во первых чуть дальше а а а во вторых я все-таки думаю что здесь можно их вместить два или даже три бура перед собой а может даже и больше может даже и все шесть почему бы и нет шесть буров выдержит ли эта машина такой нагрузки на себя или нет вот выдержу ли я столько ресурсов блин искать но с другой стороны на все эти буры ладно во первых конкретно этот бур я убираю ну хоть он даже что-то накопал вот скорее всего эту фигню тоже уберу она он офигенен этот это устройство 7 да но его надо перевернуть все-таки вот так а так это устройство идеально вот но наверное все таки его надо нет наверно вот спилю и и и и и вначале я поставлю вот такую вот трубу странно что эта фигня требует моторов ну допустим вот теперь мы ставим эту фигню да да именно так малые трубки внутренние пластины да какого хрена вот а теперь собственно и самое вкусное это бор вот причем как я уже говорил буром может быть даже три строительных компонентов 20 штук нужно сверху да единственное что я боюсь ребята то что эта конструкция перевернется вперед но не сильно потому что чуть мне кажется что во первых можно поставить противовес во вторых да если честно я бы очень сильно хотел здесь поставить еще колесную базу больше колес вот так теперь процент чик и чик и и что и Моторы и строительные компоненты Не понял по поводу моторов У меня 13 моторов с собой Так, ну вроде все Как я уже говорил, Бурова можно здесь поставить больше Лишь бы эта конструкция не треснула Че, пойдем испытывать Так, во-первых Бурт 2, включить-выключить Во-вторых, шарнир Что мы можем делать с шарниром? Увеличить скорость Уменьшить скорость И сбросить скорость Если честно, теперь мне не нравится скорость шарнира Вращающий момент Я поставлю меньше Ай да pardon, ай да Ай да Ай да Ай да Убираем Что warehouse Что у меня получается Возвращение Скорость Симфет Что у меня называется С9 С0 С10 С75 С1 С1 что-то пошло не так я у сильно урезал его мощность да ладно тормозной момент скорость нижний предел верхний предел это все на нас настроить прям аккуратненько но если честно ведь я даже могу поднять машину таким образом вообще надо сохраняться иногда потому что я могу угробить себе машину но а а а а а Продолжение следует... Что-то я не помню, где я там бурил. А вот бурил я. Продолжение следует... 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 новую машину сделать снять здесь это все верхушку она здесь не нужно эту хренатень оставить как вариант все-таки попутешествовать потому что ну как буром такой себе вариант если честно колес маловато грузоподъемности тоже вот а как машина для путешествия в принципе сойдет может быть действительно стоит уже пробовать строить новый я кстати могу этот модифицировать за счет собственного крана я кстати хотел сделать кран напомню помнится мне кран который бы поднимал бы мои машины ладно сейчас буду делать новую машину именно бур а вот а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ладно Жалко, конечно, но бывает Ну это жирный был, конечно, спутник ДимаTorzok Так, базовый шеститель ДимаTorzok Ну и собственно, можем уже пробовать делать проект Даже решетка есть одна штука Настолько все круто Экраны Кредиты Возьму с собой только вот таких вот фигней И буду проектировать новый корабль Начнем все как обычно, с подставки Моторы, строительные материалы Вот, после чего Наверное, сделаем чуть-чуть выше Вот, на одну А сколько у меня тут длина Кубов? Ах, хрен его Ну, наверное, еще длиннее делать будем Длинную базу Чтоб вмещалось больше сундуков Вот Сейчас это все провалю Так, есть Возможно, более широкую базу колес Можно сделать Чтоб машина была более устойчивая Но с другой стороны А куда ей тут устаивать? Я не понимаю Устойчивость здесь не сильно и нужна Вот, поэтому Такой узкой базы Более-менее чем достаточно Вот Более того Три бура вперед Смогут обеспечить Максимальное обхождение Собственно Туда, куда будут направлены Эти буры Вот Поэтому Сразу будем уже Переходить колесам Тогда не ставятся Похоже на то Неужели у меня остальные пластины Не закончились Да нет, не закончились Два колеса здесь Два колеса здесь Два колеса здесь Некая симметрия вроде есть Не хватает Больших трубок И стальных пластин Большие трубки И стальные пластины С большими трубками у меня проблема Мне надо их построить Теперь стальных компонентов Не хватает Строительных компонентов Да Теперь они еще и не влазят Мне нихрена Дорога Дорога Ну и есть оказывается еще один нюанс это то что я на самом деле не все тут провалил не хватает много чего малых трубок не хватает все могу взять ладно очень много строительных компонентов не хватает мне кажется такие самые вроде такие самые смысл я чё все строительные компании да не может быть ладно придется еще и производить строительные компоненты вообще 100 штук нахрен и и и и и и Встретительных компонентов опять не хватает. Ну вот, довольно-таки уверенная колесная база готова. Вот, в принципе, полечу, разберу эту штуку, потому что боюсь там полюбасу какая-то вкусняшка есть. Встретительных компонентов. 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 который у меня есть а сейчас построю другой он будет в разы мощнее в разы круче и меня вообще не должно быть никаких проблем быть кстати по поводу производства появилось что-нибудь интересное приманка он прыжковый двигатель и 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 еще интен есть возможно такую антенны имеет смысл ставить на космических кораблях моих те которые в космосе чтобы я мог с ними связываться но как ее изучить я так и не понял пока что лестница прикиньте оказывается бывает тут лестнице как тебе изучить медицинский пункт шкафчики оружейная стойка туалет решетчатый мостик решетчатая лестница вы знаете лестница бы мне не помешала для строительства чтобы не летать постоянно более мощные колеса лицо 5 на 5 может имела смысл именно такие делать парашютный люк начинаем короче я хочу еще открывать на самом деле но но ну блин не то что прям о проектор с помощью проектора можно будет действительно там делать чертежи и строить уже непосредственно нужные мне машины и корабли вот если использовать там прям как я уже все говорил специальная соорудить такую хренатень на который будет проецироваться объект какой-то вот и этот объект уже можно будет с помощью собственно самого здания и ресурсов которые находятся в нем строить корабли не не так как я вот бегаю и строю блин каждую хренатень да в этом необходимости абсолютно нет на самом деле причем потому что а зачем если таскать ресурсы постоянно если сама база может перевозить эти ресурсы спокойно то есть в этом необходимости никакой нету так ладно во первых баллоны заправлю постоянно куда-то летаю базовый очиститель заправлю вот и теперь эти всякий экран энергокредиты заброшу полюбасу это мягко найти не надо и если бы знать как ее разобрать было бы вообще замечательно вот что у нас дальше есть не хватает лестнице да вот прям капец ну предположительно кокпит да возможно я возьму другой кокпит на вездеход ведь мне незачем такой какой он сейчас у меня вот сюда какой какой-нибудь где они тут у меня кокпит и да у меня есть станцию пара управления управление большим кораблем есть стандартный кокпит вот у него есть тут видите и водород и кислород есть кресло пилота еще кресло пилота массажирское кресло такое-то можно взять чем он отличается от этого да ничем дороже почему-то а К сожалению, оно немножко несимметричное, да? Я его не смогу оцентровать. У этого кокпита, в принципе, он классный тем, что он симметричный. К нему подводятся всякие датчики, но нам это все абсолютно не нужно. Правильно? Правильно. Внутренняя пластина. Компьютеры, экраны. Экраны. Блин, компьютеров не хватает, офигеть. Вот, поэтому я и не хотел... Поэтому я и не хотел... Вернее, хочу, чтобы был специальный робот, который это все варит. Может быть, даже это реально. Че, мне стоит сюда приварить робота. Че-то я даже его не припарковал, как следовательно. Че-то я даже в нее залезть не могу. А, могу. А, могу. Вот, кабина вездехода, грубо говоря. Ничем-ничем отличается. Сюда не нужно ничего подводить. Тут, походу, нет инвентаря. Правильно? Не, есть. Стандартный инвентарь. Есть. Удивительно, но есть. Вот. Блин. Блин. Хрень, это, конечно, безусловно, здоровенная. Вот. Было бы очень круто ее использовать, но кое-чего тут не хватает. Это не хватает мне. Какой-то переходничка. Могу, конечно, переходничок организовать. Могу вообще много чего организовать. Построить два шарнира. Вот это подключить сюда, блин, короче, много чего могу сделать интересного. Безусловно, вот так вот можно было сделать. Ну, либо хотя бы временно. И варить корпус. Я вот, если честно, не уверен, насколько сильно он проваривает корпус. То есть, насколько сильно, как глубоко он может это сделать. Нужно ли мне их тут четыре штуки, типа, тут две, тут две, еще сверху, две в шесть и так далее. Или нахрен это не нужно все. Вот. Еще у меня возникает вопрос. Туда мне поставить аккумулятор? Сюда, наверное. А здесь уже ставить сундук какой-то, прямо по центру. И от него уже тянуть, собственно, вот эту хренотень, которая там есть у меня. Наверное, так и сделаю. Аккумулятор у меня. Вот он. Могу его поставить горизонтально вообще. Или нет. Можно вот таким образом присобачить. 20 энергоячеек нужно. Ладно, побегаю. Динфиг у меня этих энергоячеек нету. Их надо крафтить. Блин, не знаю. Можно все-таки инвестировать денежку и сделать. сварку. Хоть проверить, как она будет работать. Блин, ну мне кажется, ее недостаточно будет. Мне кажется, надо сварок много там. Хотя бы штуки 4. Ну, пока не сделаешь, не узнаешь, правильно? Короче, ломаю коннектор и делаю сварку. Блин. Хватает большой трубы, конечно. Ладно, большую трубу я возьму. Так, собственно, и энергокомпоненты где-нибудь там. А что их так мало? Блин, фигово. Незвестный сигнал. Так. на компонентов не хватает но мне же нужны энергокомпоненты а может хватить блин чё это блюта для как-то панель приуныло шарнир и 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 на 11 минут там ещё есть меня до смотрим что там у нас еще было такое 8 большой контейнер собственно видать из-за внутренних пластин не хватает да да нет внутренние пластины у меня есть чем проблема почему не могу большой контейнер поставить непонятная причина почему я не могу поставить большой контейнер сюда могу колесная база мешает до сюда я могу ставить блин хреново ладно допустим допустим мне нужно будет немножко приподнять эту фигню ну и ну и чё ты-то ничего не не делаешь я чё-то прикола не понял если честно трубки моторы мне это все уже не нужно по идее да все это должно быть автоматически браться с моего инвентаря так компьютеры в том числе то есть это шняга должна сама это все делать правильно блин как бы тут так стать и управлять этой дичью чтоб я видел шарнир сборщик это не то шарнир сборщик ну чё ты сварщик не работаешь то вот вот она мощь кстати я через него им и доступ ко всему остальному скорее всего имею вот поэтому я пока что вот эту всю фигню выложу слёта я соберу ресурсы там уже здесь недалеко там а Так, отлично. Конечно, генератор H2O все равно надо зарядить, вот потом это базовый очиститель, а прочую дичь можно... Экраны и прочую херню можно выложить. Немножко этих вот штук возьму. Так, на сколько у меня здесь трюм? На 15 тысяч всего. Этого, кстати, очень много, потому что, скажу сразу, у меня здесь маленькие мои сундучки, вот эти вот все, да? Они по 3030, то есть, как 5 таких. Потом, значит, что мы можем еще сделать? Ну, дальше делать эту клещню, блин, я не знаю. Ну, я знаю. Ну, я знаю. так есть первым делом шарнир единственное что я теперь не уверен что он сюда влезет ну да теперь отчет не уверен что он сюда влезет но в принципе могу попробовать 6 могу попробовать трубу поставить вот так вот труба кстати становится а вторая уже нет видите короче говоря тебя не победить да хорошо пробуем значит шарнир вот такой 9 вверх вот 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 он только не шарнира а зону ты конвейера а теперь прямую трубу видите не все так хорошо как хотелось бы теперь шарнир я кстати лишние ресурсы до которые бы я хотел бы положить так есть шарнир в потом нам надо дать наверно канавеер правильно конвейер же я хотел мне не конвейер не конвейер трубы а на конце уже тоже хренатень поставить так возможно даже до 2 трубы попробую или одну одну трубу одну дату хренатень чё это чё ты перестал работать а чё ты чё ты перестал варить чем проблема малых трубок не хватает я понял тебя во первых я сюда хотя знаешь могли бы и сами делать эти малые трубки базовый сборщик и малых чё базовый блин просто сборщик и малых трубок и 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 так тут нормально все единственное что энергии у меня хватит совсем чуть-чуть я понял что не хватает во первых сохранить потому что я теперь не уверен что я даю туда назад во первых нужны противовесы во вторых гироскопы гироскопы я где-нибудь здесь размещу кстати день у меня не наблюдаю ладно будет здесь малый реактор гироскоп блин блин Продолжение следует... Продолжение следует... Не так сварщиком, как шарниром. Продолжение следует... 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 Спереди, как я уже говорил, можно больше буров поставить... Может так и сделаю... вот тут бур поставлю и тут бур поставлю ну да много бурал, да? перебор, да, считаете? считаете перебор хорошо хорошо как бы так как бы Так, и пока эта вся хренатин стоит на высоте, я могу смело Устанавливать колеса Здесь строительных материалов и одна трубка, да? Не достало чуть-чуть А не хватает строительных материалов А не хватает строительных материалов Ставим будет самый крутой в мире бур я не знаю самый крутой в мире бур Продолжение следует... Строительные компоненты не хватает в очередной раз, да? Ох, хрен у меня трубы появляются все время в инвентаре, я не понимаю. Ай! Опасная штука за сварщик. Может сварить меня так неплохо. Ай! 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 Господи, неужели она такая шняга тяжелая? Ай! 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 Продолжение следует... 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 пошли набиваться уже непосредственно буры и в общем-то в скором времени нужно будет уже отправляться назад а сильно большой вес не могу поднять да ладно больше на шарнир даем силы пробыл вот такой туннельчик аккуратненький я таких туннельчиков могу жить очень много если честно все удобненько все классненько так ехать тяжко а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Базовый очиститель пошел работать Как базовый очиститель так наверное и Очиститель руды тоже пошел работать Ну если честно очень эффективный бур Прям очень эффективный Можно было лучше но мне прям зашел Он прям ну очень аккуратненько красивенько Проделал такую знаете вот Сравните вот это вот что я здесь отковырял Да какая-то дичь блин И аккуратненькая дорожка здесь Аккуратненькая дорожка Высотой блин выше чем я Ну то есть Такие полосы я могу еще делать допустим Да и пока я не все не очищу Я понимаю что можно сделать еще круче бур Прям буровый буровый бур С большими колесами Вместо таких маленьких Еще больше контейнеров На жопу нацепить Еще больше колес я не знаю Тут еще можно два контейнера втулить Единственное что если я их туда поставлю То возможно вот эту фигню придется Переделывать Потому что Я скорее всего Буду сбивать собственный корабль При подъезде сюда Вот что касательно аккумулятора То к сожалению он сдох Аккумулятор сдох Где он тут Батарея Она сейчас заряжается И вернее она сейчас разряжается Очень медленно она разряжается Вот поэтому на батарею Я бы тоже что нибудь бы присобачил бы Какую нибудь Систему заряда Как она называется здесь Батарея Батарея Бур Вот так вот я ее назову Чтоб было понятно Вот она батарея Бур И мы сделаем ей Зарядка И Разрядка Разрядка Во Пошел заряд Пока что Бур питается От этой шняги И будет заряжаться Похожая ситуация Как и с этим у нас Видите Он у него У меня он типа Тут я кстати тоже могу поставить Зарядка И все Он останавливается И больше он не движется Никогда Но заряжаться он не может Естественно Ни об что Это я сюда его могу Подвезти И он будет Заряжаться Он как вот этот корабль У меня На зарядке Стоит Ну ничего Бур у меня зарядится Эх блин Никак Не могу к нему Коннектиться Хотя Возможно Как-то вот так вот Коннектор Вот Вижу что Буры пустые Тут малый контейнер Можно заменить На большой контейнер Тут 15 тысяч А могло бы быть И больше Как видно Ресурсы у меня Квадрильярт Всякие Какие хочешь Что-то же решетки Закончились Офигеть просто Дорого мне обошелся Корабль мой Ну ничего Зато этот Бур окупится Очень быстро Единственное Что нужно Чтобы он Заправился И все И он будет Отлично Тащить Ладно Я к чему Все вел К тому Что У игры Это и Нет пределов Вот Я могу Сделать Такой самый Только летающий В космосе Вот Поставить на него Даже двигатель Какой-нибудь Не аккумулятор А что-нибудь Термоядерное Вот Эту хренатень Я бы Разобрал Нахрена Мне столько Всего Здесь Сделал бы Из нее Обычную Багги На которой Выкатался Подъемник Подъемник Я так и не сделал Для Кораблей Ну В принципе И хер на них Хотя Я что-то Так мне кажется Что я могу С помощью Этого подъемника Поднимать Эту дуру Блин Но это не точно Вот С другой стороны Если сделать Более гибкую Систему То есть Знаете Система Лифта Это Когда Вот Эта Фигня Гнется И тут Еще На кончике Еще Одна Фигня Гнется Да На палке Вот И тогда Получается Что я Палкой Поднимаю Это Выгибается Я могу Поднимать Корабли Собственно Как хочу И поднимать Вот эту Фигню Например Так Батарея Бур Зарядка Зарядится Полностью Зарядится Через 8 Минут Ребят Ну Блин Конечно Возможно Это и правда Потому что Заряжается Эта хрена Тень Да Ну Не может Он за 8 Минут Зарядиться Заряжается Эта хрена Тень От главной Базы Хочу Полетать Что Ли 8 Минут Так Зарядка Авто Зарядка Захранюсь 30 минут могу полетать на этой фигне могу отлететь довольно таки далеко посмотреть вдруг действительно где-то там далеке я найду какие-то ресурсы которых у меня нету а К сожалению, 50 метров у меня дистанция моего маяка, как я уже говорил, детектора руды. Редактор субтитров А.Семкин Довольно-таки далеко я отлетел, но, к сожалению, руды я так и не нашел. Очередной лед. Так, есть, нашел что-то. Махний. Махний. Это хорошо, я нашел магний. И где-то я видел только что кремний. Магний мне нужен. Махний. 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 Продолжение следует... И кремний. Ну, что я могу сказать? Я, в принципе, могу добуриться до кремния, допустим, да? Это что, не кремний? А это уже похоже на кремний. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА